Justice 2 Mobile. Да, в последнее время как-то очень много роликов выходит по именно этой игре, но что делать? Очень много чего есть, что хотелось бы показать, и сегодня я наконец-то буду открывать неповторимую воровку, женщину-кошку. Наконец-то я насобирал нужное количество фрагментов, очень хочу открыть данного персонажа. Кстати, я вот как-то обратил внимание, что после обновления 1.5 плюшек в спецоперациях стало падать намного меньше, поэтому мой сбор фрагментов женщины-кошки пристопорился немножко, но я наконец-то собрал, и давайте же мы ее разблокируем. Прекрасно, 3 звездочки, золотой герой. У меня, по-моему, к сожалению, нет полного комплекта снаряжения на данного персонажа, но мы оденем то, что у нас есть. Опа, перчаток у нас даже 2 штуки. Вот, у меня нет сапог и пояска. Кнут, наверное, по всей видимости, там должен быть. Ну и отправимся в арену уже традиционно. Проведем три боя вместе с женщиной-кошкой, чтобы посмотреть, что же представляет из себя данный персонаж. Так, она у меня, по всей видимости, должна быть в самом конце. Да, так и есть. Ах, да, забыл. Что у нас тут в пассивных способностях? Сводка. Неповторимая воровка Селина Кайл получает бонус при выполнении любых спецопераций. В бою ее когти с алмазным покрытием вызывают кровотечение, наносящее длительный урон. Ну, неплохо. А вот в спецоперациях у нас плюс 6% денег и плюс 6% получить снаряжение. Но потом мы, возможно, попрокачиваем немножко. Я предлагаю сейчас открыть таланты. У нас как раз должно хватить на три таланта. Шанс крита. Еще шанс. А, тут просто плюс 8 критического урона. Ну, неплохо. Критический урон это даже очень хорошо. Давайте шанс попробуем сбросить. Посмотрим, что нам предложат. Давайте заберем защиту. Мне кажется, это более нужная штука, чем шанс критического урона. Одну я ее ставлю в команде и давайте возьмем одна против троих сразу. Я думаю, что у нас должно все получиться. Долго ждал, конечно, этого персонажа. Отписывайтесь в комментариях, есть ли у вас уже данный персонаж коллекции. Получилось ли у вас выловить из спецоперации нужное количество фрагментов женщины-кошки неповторимой воровки. Ну что, бой! Так, так. Слушайте, а неплохо вроде бы. Давайте для приличия немножко подождем. Мне же надо вам хоть какие-нибудь спецы показать. Так, спецприем 1. Такой же, как и у серебряной кошки, у кого есть серебряная... Ну, она должна быть у всех. По идее. Вообще, как-то очень быстро. Очень быстро. Я даже не успел понять, что произошло. Как-то вот я уже много обзоров записывал, но это такой первый раз какой-то персонаж, который вырубил всех. Вот я даже не успел ничего осмыслить толком. Может, мне просто повезло? Такое тоже может быть. Это не исключено. Так, бой номер 2. Ну, я не хочу еще раз ту же самую команду, но по всей видимости у нас... Ну да, у нас такой герой на совсем начальной стадии, и у нас не будет других команд. А давайте попробуем один на один с Бэтменом подраться. С бойфрендом женщины-кошки нашей. Такой выразительный арт. Эти когти. На фоне луны. Так, ну один на один должно быть посложнее, естественно. Дальняя така. Ну, она у женщины-кошки, к сожалению, не совсем дальняя. Так, второй спец. С длительным уроном. Кстати, шипов не видно. Они как-то с периодичностью видимы. Ну что, нам осталось посмотреть третий спецприем. Ну, на мега-спецприем не буду копить. Мы его все неоднократно видели. Он абсолютно такой же, как и у серебряной кошки. Поэтому, ну, смысл нам на него смотреть еще раз. А вот третий спец мы должны с вами посмотреть. Как-то не получается у меня, кстати, на вторую элиту на арене пробиться, к сожалению. Но я стараюсь, я стараюсь это сделать, потому что у меня есть такие предположения, что появится тематический сундук с акваменом золотым на следующей неделе. А у меня чуть-чуть не хватает самоцветов до количества десяти сундуков с данным персонажем. Сейчас хочу вырубить Безвена, чтобы он нас не глушил в случае чего. Ну, и будем долго стоять и ждать, когда же находится наш мега-спецприем. Харли, извините, сегодня не в кассу. Ну, давай, давай, чуть-чуть еще. По-моему, он долго копится у нее. Ой-ой-ой, а что же я не то включил. Ну и ладно, зато мы все убедились, что мега-спецприем такой же, как у серебряной женщины-кошки. Придется спрятать еще один бой. Говорил, говорил и сам забыл, что... Но я вернулся, обещал показать третий спец. Значит, нужно показать. Главное сейчас не забыть, как в предыдущем бою это сделать. Ну, давай уже. Главное не вынести всех до того, как накопится третий спецприем. Парли не хочет подходить. Умная девочка. Испробуем ее, копье. Так, третий спец. Что-то не понял. Давайте-ка накопим еще раз. Если, конечно, у нас получится это сделать. Ну, то, Харли, смотрите-ка, подразошлась малюха. Давай, 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 давай. Есть. Ну, что-то такое абсолютно невыразительное. Я как-то ожидал большего, что ли. Вот я практически не пользуюсь третьими спецами. Они всегда много весят по энергии. И никакого толка от них нет. Ну да, урон большой от них проходит. Но, мне кажется, проще и быстрее, и продуктивнее будет накопить и сделать три первых спеца, чем очень долго ждать третий спец, который не принесет вам эстетического удовольствия. Ну что, вот такая была наша кошечка. Пишите в комментариях обязательно, что вы думаете по поводу данного персонажа. Как она вам? Кто уже пользуется ей спецоперацией? Действительно ли она приносит нам больше плюшек со спецоперацией? Ну, а вы были на канале Mobile Gameplay. Если вы еще не подписались на него, обязательно это сделайте. Ведь на моем канале, ну, мне хочется в это верить, что выходят, ну, относительно интересные ролики. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале Mobile Gameplay. Субтитры сделал DimaTorzok